Это День Города в студии Максим Васильев. Здравствуйте, главная тема дня. Дружные соседи в Рязани наградили победителей конкурса на лучшее благоустройство дворов. Вопросы от ТОСов, о подготовке к зиме с коммунальщиками поговорили общественники. Претенденты на золотую маску. В театре кукол стартуют рязанские смотрели. Сегодня самых активных общественников наградили в региональном ТОСе. Эти рязанцы благоустраивают свои дворы, облагораживают придомовую территорию. Номинаций в конкурсе было сразу несколько. Лучший двор, лучшая общественная инициатива и даже лучший подъезд. При поддержке городской администрации Совет ТОСов, территориальных общественных самоуправлений, конкурс или, как его еще называют, городской смотр провел уже в 25-й раз. В этом году в списке претендентов было 168 многоквартирных домов. Номинаций было несколько. Лучший общественный проект, лучшая общественная инициатива, лучший двор, лучший подъезд. И вот финал. Исполняющий обязанности мэра города Виталий Артемов поздравил и наградил самых активных. Вы проявляете чудеса, умеете собрать людей, довести свои мысли и у себя в подъезде, на территории, в доме найти тот компромисс, который будет творить всех. И потом еще это реализовать. Это вот дорогого стоит, потому что именно такие примеры, они яркие, нужные и просто необходимы сейчас в нашем городе. Одни из лауреатов – жители дома по улице Космонавтов. В подобных конкурсах они принимают участие уже не в первый раз. И эта награда не единственная. Участвовали в конкурсах во Всероссийском на лучший зимний двор, на лучший летний двор. На лучший зимний двор нашему двору была объявлена благодарность. Ездили в Москву на вручение премии. Стараемся участвовать во всех конкурсах, потому что так как двор у нас очень красивый, новый. Все делают сами жители своими руками. У нас нет управляющей компании. Главный секрет таких вот побед, конечно, сплоченный с жителем многоквартирных домов, а также желание сделать свои ЖК красивыми и благоустроенными. Ведь не только центральные улицы, но и дворовые территории формируют облик нашего города. Кристина Бочкарева, Дмитрий Ефимов, телекомпания «Город». Сентябрь – традиционно самый опасный месяц с точки зрения соблюдения правил дорожного движения. По словам сотрудников госавтоинспекции, опасения пока подтверждаются. Статистика не радует. За весь этот год зарегистрировано почти тысяча ДТП, а это на 12% больше, чем в прошлом. Другие цифры у Валерия Седова. Основной вид ДТП на рязанских дорогах – это по классике столкновение двух транспортных средств. На втором месте – наезды на пешеходов. Как считают госавтоинспекции, причины аварии довольно банальны. Основной из причин возникновения дорожных происшествий – это, конечно, остается неправильный выбор водителями скорости движения транспортного средства. Что, соответственно, в дальнейшем приводит к потере управления транспортным средством и, соответственно, совершению дорожного происшествия. Это вот основной вид. Потом, соответственно, выезд на полустречного движения. Не менее важная тема – вождение в нетрезвом виде. Пусть таких ДТП стало меньше на 6%, но в них погибли 11 человек. Да, все же меньше, чем в прошлом году, но работать есть над чем, признаются в госавтоинспекции. Кстати, нетрезвое вождение – это меньше 1% от общего числа нарушений. За 8 месяцев их выявлено почти 2 миллиона. Фиксируют их так. В настоящее время в территории региона у нас функционирует 264 комплекса фото-видео фиксации, соответственно, которые применяются для фиксации права нарушения влога задорожного движения. Данные комплексы позволяют у нас фиксировать ряд нарушений, которые связаны, ну, к примеру, соответственно, основной из них – это, соответственно, превышение скоростного режима. Также данные комплексы у нас фиксируют нарушения проезда перекрестков, ну, что связано с проездом на красный сигнал светофора, несоблюдение требований дорожной стоп-линии, соответственно, несоблюдение требований дорожного движения по полосам. Для улучшения дорожной ситуации госавтоинспекция регулярно направляет свои предложения в региональный Минтранс. Среди прочего – обустройство тротуаров и пешеходных дорожек, установка бокового удерживающего ограждения, нанесение разметки, установка светофорных объектов, обустройство освещения и так далее. На барьерное ограждение направят большую часть бюджета – 42,5 миллиона рублей. Еще одна важная тема – подготовка к отопительному сезону. В территориальном общественном самоуправлении на округлом столе говорили о развитии системы коммунального хозяйства с представителями водоканала и РМПТС. Кроме того, резонцы смогли задать коммунальщикам конкретные вопросы. Водоснабжение и водоотведение, а также подготовка к отопительному сезону. Важнее вопросов для ТОСов сегодня нет. И по этим позициям городские власти работают масштабно. Реконструированы километры инженерных сетей, построены новые линии канализационных коллекторов. Основной вопрос мы уделяем качеству воды при водоснабжении и стараемся внедрять на своих объектах какие-то новые технологии, которые позволяют обеспечивать и бесперебойное водоснабжение, и также качество воды. Хотелось бы отметить установки ультрафиолетового обеззараживания, которое у нас еще первое появилось в 2012 году на Барковской очистной водопроводной станции. И вот буквально в прошлом году было смонтировано на ОКС качественной водопроводной станции. Заместитель главного директора Рязанского водоканала Андрей Грошев также ответил на вопросы рязанцев. Жители города ждут прокладки канализации в районе улицы Рощи и замены водопроводных труб в частном секторе Недостоева, а также оперативного ремонта теплотрасс при авариях и щадящих условиях переподключения потребителей к новому западному канализационному коллектору. Его сейчас строят в районе Семчина. Директор РМПТС Николай Семенов рассказал о капитальном ремонте и реконструкции городских тепловых сетей. На сегодняшний день мы еще пока заканчиваем работу, может быть кто-то живет там рядом и видит это, да, это по улице Быстрецкой 20, это по Новоселов 15-17, это по Дзержинского, в частности вот на улице Татарской мы сейчас также перекрыли движение, выполняем капитальный ремонт, на Горького и на Лыбецком бульваре. Могу со своей стороны заверить всех присутствующих здесь и всех жителей, что данные работы никаким образом не повлияют на запуск отопительного периода. Директор РМПТС Николай Семенов также подчеркнул, что подготовка к отопительному сезону уже по сути завершена. Этих слов от него представители ТОСов и ждали. Кристина Бочкарева, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город». Рязанские следователи раскрыли июньское убийство в поселке Мурмино Рязанского района. Причиной стал, казалось бы, обычный бытовой конфликт. Подробности уголовного дела далее в сюжете. Мы у себя сначала посидели дома, выпили, потом взяли и пошли к нему. Вот так, можно сказать, по-бытовому эта история и начиналась. Следователи выяснили, что проснулась женщина в 10 утра и сразу за, так сказать, праздничный стол. Туда, где уже были расставлены бутылки и рюмки. Через полчаса пришла знакомая со своим горячительным. Вначале допили то, что было на столе. А когда пришла пора переходить к непочатой, то гостья тут же собиралась домой. Да и бутылку забрала с собой. Хозяйка попыталась возразить, за что и получила несколько ударов по лицу. Возмутилась и схватила нож. Знакомую настигла у калитки. Когда она ко мне повинулась, я вот так ее ударила вот сюда. То есть нож, лезвие ножа, куда было направлено? Я держала вот так и вот так ей замахнулась. Снизу вверх? Да, снизу вверх. Ну вот так. Вот и размах. С замахом снизу вверх? Да, я ее сюда. Но она потом ушла туда. Единственный удар, говорят эксперты, пришелся прямо в сердце. Но даже с такой раны женщина прошла по проселочной дороге, свернула к нужному дому и только там упала. Обвиняемая же, по ее словам, пришла домой, положила нож и стала ждать полицию. Даже, говорит, поплакать успела. По данному факту, Рязанским межрайонным следственным отделом возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью первой статьи 105 УК РФ. Санкция данной статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы до 15 лет. 36-летняя Рязанка уже была судима. Прошлая статья не снята и не погашена. Возможно, в суде это тоже сыграет свою роль. И накажут ее по всей строгости. Уже в эти выходные стартуют «Рязанские смотрины» – самый крупный и старший на постсоветском пространстве фестиваль театров кукол, который уже много лет превращает Рязань в театральную столицу России. Несмотря на сложную международную обстановку и попытки закрыть российскую культуру, фестиваль остается международным. Будут гости из других континентов. Рязанские смотрины – это средоточие лучших спектаклей кукольного мира за последние два года. Чтобы рязанский зритель увидел исключительные постановки, каждый раз перед смотринами происходит тщательный отбор. Более 200 спектаклей было отсмотрено организаторами фестиваля. И лишь 18 из них выбраны для участия. В афише фестиваля представлено очень много спектаклей, в основу которых легли литературные или драматургические произведения замечательных авторов. Это и, конечно же, наши классики русские. Это и Пушкин, и Распутин, и Достоевский. Это зарубежная замечательная драматургия и литература. Это и Шекспир, и Бисетт, и Хемингуэй. Также Антон Павлович Чехов представлен в афише. По инициативе бессменного худрука Валерия Шацкого фестиваль принципиально носит неконкурсный характер. Поэтому каждый участник получит вот такую статуэтку, изготовленную по эскизам художницы Ларисы. Микиный прободяк на Дулевском заводе из фарфора в ограниченном количестве. В мире их будет всего 25. Традиционные дипломы созданы художником Михаилом Шелковенко. Их тоже будет всего 25. На мой взгляд, как раз сейчас Театр Кукол переживает тоже свой определенный золотой век. Потому что спектакли таких просто разнообразные. По форме Петрушка, смотрящей в зеркало. И хоть он и шут, но в зеркале он видит себя королем. О качестве спектаклей, отобранных к участию в фестивале, говорит то, что сюда, в Рязань, приедут эксперты премии «Золотая маска». Они будут отсматривать спектакли с целью отбора в номинации этой желанной всеми театрами премии. К слову, часть спектаклей будет недоступна для зрителей. Их покажут исключительно для других участников. Ведь профессиональное общение – важная часть сматрин. Именно в процессе такого общения случаются открытия, озарения и развитие кукольного искусства. В тех же целях в шестой раз в рамках фестиваля ведет работу Международная школа молодых кукольников «Луна для всех одна». Результатом станет спектакль «Лаборатория», премьера которого состоится в день открытия сматрин. В лаборатории мы работаем, это очень круто, это большой опыт для меня, так как для молодого актера это очень большой опыт поработать с другими артистами, с другого театра. Спектакли пройдут на нескольких площадках, на малой и большой сценах театра кукол и театра драмы, на большой и камерной сценах филармонии. Билетов почти не осталось, но все же еще есть возможность попасть на лучшие спектакли страны. На этом у нас все еще больше новостей. На нашем сайте www.3w.62.tv и на наших страничках в соцсетях. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин